Вообще, это интересный сам процесс создания, 3D-модели. Что? Что создавали? Я создавала машинку. Машинку какую? Просто машинку на конкурсе. Модель автомобиля. И потом, точнее, каждые детали отдельные, их распечатал 3D-принтер. Это было очень интересно. Дети 21 века прогрессивные. Им уже неинтересно просто сидеть за партой и изучать теорию. Современные школьники в восторге от практических работ. И сейчас все возможности для этого есть. Эти ученики 64-й школы уже знакомы с 3D-моделированием и проектированием. В новом учебном году это обучение перейдет на новый качественный уровень. Иркутская школа стала лауреатом конкурса на создание центра компетенций «Мультилапин плюс». Всего на конкурс было подано 33 заявки из Иркутска, Девногорска и Красноярска, из которых жюри выбрало трех победителей. Когда я услышала о том, что мы стали победителями, вы знаете, мечты должны сбываться. Поэтому я хочу выразить огромную благодарность прежде всего Олегу Владимировичу Делепасске за то, что он заботится о будущем наших детей, думает о том, каким будет это будущее. И мы, конечно же, бесконечно благодарны, весь педагогический коллектив, и дети, и родители, что у наших детей есть шанс развивать свои компетенции на самом современном уровне. Что же такое «Мультилап»? Уникальное образовательное пространство, созданное на базе учебного заведения. Концептуальная площадка с современным дизайном и эргономичной планировкой, оснащённая всем необходимым оборудованием для изучения новых технологий – робототехники, электроники, 3D-моделирование, видеопроизводство, программирование, soft skills и других. Специально разработанная для проекта мебель позволит создавать различные варианты рабочего пространства – групповые и индивидуальные. Кроме того, для качественной работы «Мультилапа» подготовят и преподавателей. Создать этот образовательный проект удалось благодаря основателю «Н-Плюс» групп Олегу Дерипаске. 64-й школы от компании передали сертификат на 14,5 миллионов рублей для организации площадки. Это новый проект «Н-Плюс» взаимодействия со школами, направленный на создание центров развития компетенций. В этом мультилабе дети получат возможность развивать новые современные компетенции – робототехника, цифровые технологии, 3D-печать и многое-многое другое. Это мультимодальные, удобные, современные лабораторные классы, где можно будет проводить свободное время, где можно будет развиваться. Общая сумма инвестиций в проект – 41 миллион рублей. Для столицы нашего региона это значительный шаг вперёд в организации образовательного процесса, отмечает мэр Руслан Болотов. У ребят появится оборудование, наверное, которого сегодня в каждой школе не найдёшь. Участие в этом проекте – это уникальный шанс для школы двинуться дальше с точки зрения новых технологий. Не только в образовании, но и то, что можно делать непосредственно сегодня с самими учащимися. Ребята у нас уникальные. Откроют мультилаб НПлюс к началу учебного года. И уже с 1 сентября дети, их родители, преподаватели смогут заниматься в этом центре развития компетенций. Мадина Халикова, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok